Меня зовут Владимир Иванович и я приветствую на своем столярном канале. В моей коллекции видео есть несколько видеороликов, где я изготовил столярные работы в японском стиле. В Японии никогда не бывал, друзья, но стиль этот очень нравится. Сегодня буду изготавливать новую работу в японском стиле под названием «Свадебный подарок». Это ваза, сложная по форме, сложная по изготовлению. И большинство работ буду выполнять на токарном станке. Схематично ваза будет состоять из донышка. Донышко будет из четырех частей, склеенных клином. Сама ваза – это пустотелый, скажем, отрезок трубы деревянной. Крышка – это четыре детали, склеенные клином. И бубочка, за которую поднимать эту крышку. Ну и, конечно, должен быть обязательно небольшой подарок молодым, небольшой сюрприз, небольшая тайна. Тайну, конечно, увидите в конце фильма. Итак, наблюдаем за процессом изготовления свадебного подарка из дерева на канале Владимира Ивановича. Для изготовления буду использовать термодерево. Мне надо восемь квадратиков, размером 150 на 150 миллиметров. Хочу познакомить вас, друзья, с карандашами. Кто пользуется хорошо, кто еще не приобрел карандаши – кофинор. Черный, белый, дети подарили. Не сочтите это за рекламу. Посмотрите, труба, черная труба, как прекрасно размещается, смотрите. Заготовки размером 150 на 150 миллиметров. Одна сторона отфугована будет на фуговальном станке, а вторую сторону клин буду выполнять при помощи рейсмуса. После пиления, фугования, детали получились вот такие. Они одинаковые ширины, одинаковой длины, но разной толщины. Заготовил такие две рейки. В следующей операции я должен все заготовки наклеить таким образом. Конечно, буду ложить какой-то шаблон и сверху, снизу на рейках все это надо склеить. То есть вот эта уже база у меня готовая. Я ее буду пускать под наклоном, а верхнюю поверхность после склейки пройду на ленту, и потом пущу через рейсмус. Склеил следующим образом заготовки. Конечно, все в длину. Здесь при склейке гвоздям не наживил по краям по два гвоздичка. Небольшие отрезки ДВП толщиной 15 миллиметров. Получила своего рода как бы база. И вот такими ступеньками получилась эта склейка. Теперь следующий этап прорежу на ленточке вот это все. И начну прогонять на рейсмусе. После рейсмуса вот так выглядит одна сторона, а вторая сторона имеет такой вид. Теперь на ленточке распущу, буду пилить прям по клею. И покажу готовые заготовки. Получились такие заготовки. Четыре. При склейке наношу клей, поворачиваю на 90 градусов, и склеиваю. В итоге это она получится. Ровная заготовка. Но со смещением в каждую сторону. Телегерит 300. Клеим на швобильную на одну сторону. После склейки деталей выглядят следующим образом. Получилось два таких пирога. Один пирог зажал токарный патрон. Каждый привык и работает своими рейсами. У каждого токаря свой почерк, свой индивидуальный подход. И что-то рекомендовать, друзья, я не смогу. Я буду показывать периодически процесс изготовления моей заготовки. Обработана поверхность, с которой будет зажиматься патрон. Эта поверхность будет низ. Четыре ножки. Пока все криво и непонятно. Даже автору непонятно. Поэтому перехожу к следующей операции. Переворачиваю и точу. Обработана следующая поверхность. И выглядит следующим образом. Вот эти места будут подрезаться на ленточке. И думаю, тогда эффект наступит. А сейчас работа как бы выполнена наполовину, частично. Поэтому особого виду пока не имеет. Обрабатываю следующую деталь. Точно так примерно. Так как я не люблю симметрию. Поэтому скруглять буду на шлифовальной машине на глазок. Одеваем средства еще защиты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Обработка происходит с одной стороны, здесь будет ваза стоять, и сейчас обратная сторона вверх, будет выпуклая полусфера какая-то. Обработана вторая поверхность, второй детали, полусфера. Вот так выглядит смещение, шлифовка и дальнейшее изготовление. Точение серединки вазы, материал каштан. Какие разводы красивые, это жизненная река, так что встать в нашей вазе. Вытачиваю бочонок, без дна и без крышки, очень простая работа. На материал каштан красивее. Вот так выглядит готовая столярная работа, точеная работа, свадебный подарок для молодых в японском стиле. Изделие состоит, донышко, оно склеено из четырех частей, склеено из клиновых заготовок, средняя часть бочонок. Крышка склеена тоже из четырех частей. Вверху бубочка, поднимать крышку. И два кольца, одно пошире и одно поуже. Это изделие дополнительно можно еще украсить. Изготовить кольца с бронзы, серебра, из золота. Можно украсить элементами чеканки. Можно украсить резьбой. Можно вырезать иероглифы свадебные. Можно вставить фотографии свадебные молодых, здесь в колечком. Это столярную работу, можно брать как базовую модель и дальше ее украшать. Задавайте вопросы, оценивайте труд. До новых встреч, вам доброго, с уважением, Владимир Иванович.